Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну, дурында. Хватило лишнего, перестаралась. Ну, вы же понимаете? Вы за кого меня принимаете? За слесаря сантехника? Вы в полицию сообщили? Нет. Так надо сообщить. Подождите, доктор. А может, не надо полиции? Сколько будет стоить ваша работа? Девушка, я попрошу вас выйти. Хорошо. Но у меня с собой есть 300 баксов. Только не нужно паники. Вы плохо слышите? Ларик, а ты понял, что я говорила? Зе, доктор. Как это с вами произошло? Я не могу, извините. Катя. Катя, готовьте операционную. У нас изнасилование. Варвара, здравствуйте. Меня зовут Богданов Роман Николаевич. Совершено преступление, предусмотренное статьей 131 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вот заключение экспертизы. Будем писать заявление? Наверное. Это правильно. Ну, а сейчас, пожалуйста, вспомните, все по порядку. Как это случилось? Вы ведь работаете уборщицей в салоне? Да. По вечерам. Зал парикмахерской. Массажный кабинет. Кто-то еще был в этот момент в салоне? Нет. Никого не было. Но потом пришел Стас. Воронов там тоже работает. Он нигде не работает. Он сын хозяйки. Скажите, Воронов часто приходил после закрытия салона? Бывало. И как он ввел себя в такие моменты? По-разному он. Часто приходил с девушками. Но в этот раз один и очень злой. Продолжайте. Я не могу. Варечка, надо. Иначе мы не сможем восстановить картину преступления. А в своей жизни я столько всего слышал, поверьте, что вам лучше и не знать. Попробуйте еще. Он поссорился с девушкой. И решил отыграться на вас. Вы пытались его остановить, и он на вас набросился. Да. Он знал, что вы будете одна, и поэтому приехал так поздно в салон. Да. В какой палате? Во второй. Ирина Викторовна, ну у него кто-то есть. Туда нельзя. Да кому нельзя? Мне нельзя? Никому нельзя. Мальчик, ты знаешь, кто я такая? А мне по барабану. Если я сказал, нельзя, значит нельзя. Я же все равно пройду, и никто меня не остал. Выход отсюда найдете, девочки? Меня вас проводите. До свидания. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Это следователь. Мужчина, погодите. Вы мне? Да, да, вам. Вы из полиции. Совершенно верно. Богданов Роман Николаевич, старший следователь. Очень приятно. Кировского РОВД. А вы кто? Я Эльвира Воронова, хозяйка салона, в котором работает эта шлюха Петрова. Понятно. Мой сын ни в чем не виноват. Что она вам там наговорила? Ну, наговорила она немного, но вполне достаточно, чтобы усадить вашего сына за решетку года на четыре. Давайте как-то решим этот вопрос. Давайте присядем, поговорим, где-нибудь, а? Ну, поговорить можно. Вот встречный иск. Ознакомьтесь. А как это встречный иск? Воронов утверждает, что вы хотели ограбить его салон. И именно за этим занятием он вас застал в тот вечер. За каким занятием? Я полы мыла. А потом, чтобы как-то договориться, вы занялись с ним сексом. Что? И дальше, используя момент, ударили его бутылкой по голове и заявили об изнасиловании. Причем обратились не в полицию Петрова, а пришли к врачу, чтобы таскать заявление, ну, исходило как бы не от вас. Ну, ведь это все бред. Вы же сами понимаете, я вам все рассказывала, вы же записывали. Ну, я и за вами записывал, и за ними записывал, но почему я должен верить вам, а не им? Ну, потому что все они врут. И он просто хочет выкрутиться. Так значит, вы по-прежнему настаиваете на том, что он вас изнасиловал? Ну, не знаю, не знаю. Тут питье какое дело, что если подтвердиться, то, о чем говорят они, то речь пойдет уже о защите чести и достоинства. Чьей чести? Моей? Да при чем тут ваша честь? Стаса Воронова, разумеется. Понимаете, ситуация так интересно складывается, что и вас показания убедительные, но и их показаниям у меня не верить оснований нет. А то, что я лежу в больнице, о заключении врача? Да, но в городской больнице лежит Стас Воронов с черепно-мозговой травмой, с отрясением мозга, и у него тоже есть медицинское заключение. Хотите ознакомиться? Нет? Ну что ж, тогда всего хорошего. все-таки я не понимаю. Я не понимаю, почему вы сдаетесь. Теперь тот мерзавец изнасилует или даже убьет кого-нибудь еще. По-вашему, я должна была позаботиться еще о ком-нибудь? А обо мне бы кто позаботился? Если бы Вороновы убегли бы меня в тюрьму, повесили бы на меня все растраты и заставили бы платить за нанесение увечья этому ублюдку. Вы бы защитили меня от них. Да что вы вообще про меня знаете? Куда мне деваться теперь? В деревне, где я работала, садик закрыли. А мамке я что скажу? Она всем рассказала в деревне, что я хорошо здесь зарабатываю. А теперь что делать? И вообще, я забрала свое заявление, а не свое. То есть, никакого изнасилования не было? Не было. Я никуда ничего не заявляла. Это вы вызвали эксперта-исследователя. Пожалуйста. А я сегодня вашу машину обгоняла на проспекте. Вот такая серьезная, за рулем. Алина Борисович рядом улыбается, дети смеются на заднем сидении. В этом счастье, наверное, любящий муж, семья. А человек не будет чувствовать себя счастливым, если какой-то части не хватает. Вот, например, у тебя есть дети, муж, а потом ты узнаешь, что муж обманывает тебя при первом удобном случае. Ты вы о чем? Катюший, мы тебя очень любим все. Я тебя очень люблю и желаем тебе только хорошего, но мне кажется, ты ошибаешься, думая, что встретила свою половинку в лице Любавина. Да почему? Потому что у них с Савиной... У них с Савиной в прошлом. Ну мало ли, что у меня до него было. Сейчас все по-другому. Да не в прошлом у них. У них пауза в отношениях. Такое иногда бывает, когда люди любят друг друга. А он тебе эту паузу заполняет, а ты, дуроха, этого не понимаешь. Витя Игоревна, вы извините, я пойду. Дурно, малолетняя. Ну вообще, тест может ошибаться. Давайте посмотрим. Не надо ничего смотреть. Нам нужно направление на аборт. Направление кому? Вам? Ей. Ну а что вы, Варвара, думаете по этому поводу? На учет по беременности остановиться собираетесь? Она не будет остановиться. Мы будем делать аборт. Лариса, выйди. Что? Выйди, Лариса! Лариса! От кого ребенок? У меня кроме него никого не было. Ну так что вы решили-то? Я не знаю. Я матери все рассказала, она, она мне сильно верующая, говорит рожай, иначе Бог покарает. А мне даже страшно об этом подумать. Ну а подружка, как я заметил, убедительно настаивает на аборте. Так она мне подруга. Ее Эльвира ко мне приставила. Боятся, что я докажу, что отец ребенка Стаса и попрошу от них долю в бизнесе. Не, ну вообще, конечно, было справедливо бы. Да ничего мне от них не надо. Мне бы забыть все поскорее. Так, ладно, проходите за ширмой, раздевайтесь, я вас осмотрю. Ну что? Нужно на УЗИ, а потом тут анализы в куче. На аборт? Там видно будет. Как это видно? Ты что, дура? Тебе аборт оплачивают. И тысячу баксов дают в придачу. Мне за хрен собачьи компенсации. Ты смотри, подруга, чтоб поздно не было. А тебе сколько она отвалила? Мне? Да. А за что? За то, чтобы я аборт сделала. Что? Да я тут при чем? Я тебя по-дружески посоветовать хочу. Я посоветовала, спасибо большое. А дальше уже как-нибудь сама такие и передай. Эльвира Экторовна, это я. Лариса. На УЗИ пошла. Похоже, вы были правы. Она хочет с вас поиметь по полной. Угу. Ну что я могу сказать? У вас и до операции ситуация была не очень хорошая. Я знаю, у нас в общежитии всегда очень холодно было, я часто простужалась. Ну вот видите, частое воспаление придатков привели к спайкам. А недавнее наше хирургическое вмешательство, к сожалению, ситуацию только усугубило. И сейчас проходимость труп нарушена. В общем, честно говоря, забеременеть во второй раз шансов немного. А если я рожу, то что? То у вас будет ребят. А если он будет похож на него? Варь, в первую очередь он будет похож на самого себя. Знаете, а я раньше ведь работала нянечкой в детском саду. Я же детей обожаю. И я всегда мечтала. Я буду рожать. правильное решение. Но сейчас у вас есть небольшие проблемы. Тонность матки немного повышена, давление высоковато. И что? Да ничего страшного. Недельку полежите в стационаре, а сейчас сделаем повторное УЗИ. Ну, Сандрий Васильевич, рассказывайте им, что вы там увидели, как он сделал. Вот, я все написал. Ну, будьте добры, поделитесь с нами тем, что вы написали. Беременность одноплодная, срок 5-6 недель, визуализируется желточный мешок. А, а что это значит? Варвара, это значит, что с эмбрионом вашим все в порядке. Да, Андрей Васильевич? Ну, больше, чем аппарат показал, я не скажу. Варвара, идите в регистратуру, оформляйте стационар, я скоро к вам подойду. Хорошо. Спасибо вам большое. Вы извините, что на меня время потратили. Игорь Васильевич, ты что, не выспался, что ли? Что это, выспался? Ну, а при чем здесь твое плохое настроение и пациентка? Ну, что, может, мне еще извиниться перед ней? Изнасиловали ее. Что-то я не вижу, чтобы она переживала, терзала себя. Будто так и надо. Все они, женщины такие, ненавижу. А вот это заявление. И что же привело к такой неожиданной позиции? Ну, я за Савиной ухаживал. Как умел. Не подошел ей. Потом Катя появилась. Я в нее влюбился. Думал, что вот она мне нужна, что я ей нужен. Потом Любавин появился. Сначала Савиной закрутил, бросил ее. Потом и за Катю взялся. И что самое интересное, она за ним пошла. Вот это новость. Новость. Андрюш, у нас женщина тоже имеет право на выбор. Может, ты просто ошибся? А вы тоже ошиблись, когда женились на той, которая вас предала? А Думанский два раза ошибся. Квитко сначала один раз ошибся, потом второй. как-то часто мы ошибаемся, Платон Ильич. Варя? Здравствуй, Варя. Здравствуйте, Эльвира Викторовна. Ну? Ну, как ты себя чувствуешь? Нормально. Ну, хорошо. Варечка, ну, давай забудем об этом инциденте. Ну, мальчик покорячился. А ты у нас, девочка хорошая, умная, понятливая. Вот здесь две тысячи долларов. Поедешь домой, маму подлечишь. Да не нужны мне... Не нужны? Так напиши, что ты не имеешь материальных претензий к Стасу. Ничего я писать не буду! Иди, иди вы к черту! Я поняла. По-хорошему ты не хочешь. Варь, ну, не переживай ты так. Хочешь банан? Здравствуйте. Вы не могли бы нас оставить на минутку? Спасибо. Как вы себя чувствуете, Петрова? Что вам еще от меня нужно? Дело закрыто. Нет, вы ошибаетесь. Дело не закрыто. Это производство по делу приостановлено, а теперь оно снова возобновляется. То есть как? Почему? В связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Ну? Ну я ни на что не жаловалась. У меня нет никаких претензий. Увы. Еще не хватало, чтобы у вас были претензии. Это к вам претензии, голубушка. К вам. Ну какие? Вчера Воронов обратился в больницу с усилением головной боли и с помрачнением сознания. Экспертиза переквалифицировала ваши действия как нанесение тяжких телесных повреждений. Вот так. вы с ума зашли что ли? Это я из Билла Воронова? Да, да, именно вы. Ну, я не била его. не била его. ну, послушайте, ко мне приходила Эльвира, она просила расписку. Я готова вам все подписать, все, что вы хотите. Мне от них ничего не нужно. Ну, только глупее себя никого искать не надо, ладно? Все эти ваши расписки ровным счетом ничего не стоят. Сегодня вы пишете расписку, завтра рожаете, а на суде заявляете, что расписку написали под давлением, да? Это все ложь. Я не била его, не била. Варя, что-то случилось? Позови Зимцова. Хорошо. В общем, выбор у тебя очень простой. Ты делаешь аборт, мы закрываем дело. Понятно? Не буду я делать аборт, слышите? Убирайтесь! О, а нервишки-то шалят. Что здесь происходит? Да все, я уже ухожу. Мы тут мило побеседовали. Петрова, подумайте. Подумайте. До свидания. До свидания. Дверь закрой. Что я вам сказал? Они заставляют, чтобы я сделала аборт. Я одна против них ничего не смогу. Нужен адвокат. Да у меня денег на лекарства нет, не то, что на адвоката. Ладно. Сейчас вам сделают успокоительный укол. Варе. Мы что-нибудь придумаем. Клаптеву отправишь ко мне на повторный осмотр, а вот это отдаю хирургии. Максим Викторович, вас-то я ищу. Помните, у вас в гинекологии лежала женщина, к которой постоянно приходил сын, юрист. Маленький, улыбчивый такой. У вас телефон, сохранился? Может быть, пойдемте глянем. А что случилось? Понимаете, какая штука? Петрову нашу, эти мерзавцы давить начинают. Угрожают, чтобы она аборт сделала. А если откажется, грозятся повесить на нее криминал. Неравный поединок. Пойдем глянем. Добрый день. А вы кто? Ваш адвокат. А что вы на меня смотрите? Красивая, вот я смотрю, Сотников Александр Викторович. Простите, визиток пока нет. Что-то вы мало на адвоката похожи. Ну, а какие же адвокаты в вашем представлении? Ну, старые и лысые. Дайте время, я тоже стану старым и лысым. А пока давайте поговорим. О чем? Расскажете мне все по порядку с самого начала. С рождения, что ли? Вот именно. Месяц, год и день рождения. 145 на 90 высоковато. Нервничаешь, что ли? Да, как тут не нервничать? Я в лабораторию. В лабораторию? Угу. Ну, давай. Такой адвокат твой что? Да какой он адвокат? Без года недели. Вчера только практику закончил. Ну, может, это к лучшему, не испорчено еще. А Воронов что? Не звонил? Нет. Он в больнице лежит, после того, как я его бутылкой по голове ударила. А в какой больнице? В городского вроде. Ну, надо еще узнать, лежит ли. Знаю я этого Стаса, он в клубе чайхана тусуется часто. Да. У него еще кабриолет такой старый. Да. Да. Белый такой, с лампочками. С лампочками, с лампочками. Он на нем однажды меня чуть не сбил. Ладно, иди тогда в палату, отдыхай и не нервничай. Я буду. А я в лабораторию. Добрый день, подзащитная. Здравствуйте. Я к тебе с гостинцем. Бабушкино варенье и черноплодные рябины. Да не надо. Зачем? Котлеты. Мамины с рисом. Еще теплые. Тут нормально кормят, мне хватает. Ешь, поправляйся. Спасибо огромное. А как наши дела? Ой, дела пока не очень. Был сегодня у Воронова, но к нему не пускают. Я не била его. А по документам била. Вот ведь у меня все документы. Ну, копии верни. Классная у тебя штука. Спасибо. Мама подарила к окончании института. Мама. А мне мама платье пошила белое. В силе пятидесятых. С такими рукавами. Юбка кружится. Знаешь, родители с ребятами танцуют на выпускном. А мне танцевать не с кем было. Отца нет. и мама вышла со мной танцевать. Варь. Саш, ты, конечно, парень очень хороший, ты только не обижайся, ладно? Но, знаешь, не верю я, что мы дело это выиграем. У Вороновых много денег, у них знакомых полгорода. А у нас что? А у нас правда. А правда всегда побеждает. Это в сказках. Так, значит, ты мне не веришь? Марина Саниславовна, а как там поживает наша школа молодых мам? Не дайте на больное Платона лечь. Вот вы же не хотите лекции проводить? Ну, я. Все это на любителя. А ну, так и не спрашивайте. Марина Саниславовна, у меня к вам дело. У нас в гинекологии лежит девятнадцатилетняя девушка, которую изнасиловал один мажор. Да, я слышала об этом. В общем, она решила рожать, а мать этого насильника против. Они подали встречный иск. Якобы, эта девчонка пыталась ограбить их салон и избила этого выродка. Она его избила? Да. Башку ему проломила. Представляете? И сейчас он находится в горбольнице. Ну, это так они говорят. Я это все к чему? Вы же там много лет проработали. наверняка какие-то старые связи сохранились. И что? Нужно узнать, обращался к ним Воронов или нет, и если обращался, кто его смотрел. Только сделать это надо очень аккуратно. Вот копия заключения, подписанная главврачом Коноваловым. Ну да, Коновалов та еще сволочь. Что с вами делать, Платон Ильич? Помогу вам. Но с вас взамен три лекции в школе молодых мам. Марина Станиславовна, три. Многовато. Добрый день. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, женская консультация где? Направо. А, да. Здравствуйте. Я тебя ищу, везде идем. А что у тебя с головой? Посетил небезызвестный салон Карамболь-спа, сделал прическу, маникюр, педикюр, все подряд. Ты что, голубой? Нормальный я. Так, держи, вот это тебе. Ага, спасибо большое. А где-то денег на все это взял? Я ведь знаю, как там дорого. На лодку надувную копил. Знаешь, Саш, а ты мне с прежней прической больше нравился. Спасибо. Так, вот это вот все. Что такое? Это косметика Силлаудер, Живанши, Лури Алиго. Которую ты расквецила на 5000 баксов, пока от Стаса отбивалась, да? Ты что не квецила? Врут они все. Правильно, ничего. Но если и разбила, то на 100 деревянных, потому что вот эти вот все Ланком, Живанши и Герлен сделаны в Одессе на Малой Эрнаутской 39. Да ты что? Не я что, эксперты-криминалисты. Вот у меня документы есть. Заключение, стопроцентная подделка. Ничего себе. И есть накладные, по которым они получали товар, якобы от поставщиков. Ну, а дальше что? Ну, дальше уже не твои проблемы, проблемы твоей хозяйки. Угу. И ты думаешь, нам это поможет, чтобы выиграть суд, да? А какое отношение к этому Стас Воронов имеет? Ладно, иди, Саша. Ну, в суде я уже договорился. В прокуратуре тоже наши люди, так что мы можем не переживать, не младываться. Добрый день, Роман Николаевич. Эльвира Викторовна тоже здесь. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Есть серьезный разговор. Тут недалеко есть хорошая кафешка. Может, прокатимся, выпьем по рюмочке чая? Простите, Роман Николаевич, не могу, не сейчас. Дела? Ну, тогда, коротко и по сути. Вот здесь две ваши бытовые зарплаты. За что? Чтобы ты слил это дело в унитаз. Ух ты, даже не знаю. Все ты знаешь. Мне такого никогда не предлагали, а я... Не думаю, что не предложат. Нет, ты можешь не соглашаться, остаться честным. И если выиграешь это дело, то пятнадцатого получишь аванс, первую зарплату, и сможешь купить себе леденцов на палочке. Простите, а давайте я сначала все-таки солью в унитаз, а потом уже заберу деньги. А то я человек неопытный, случайно выиграю дело, потом придется деньги возвращать. неловко. Ну, как знаешь, как знаешь. Только смотри, дружочек, я тебе выиграю. Да! А ну? Вот здесь две ваши категорные зарплаты. Есть! В общем так, Платон Ильич, в горбольнице этого горного в глаза никто не видел. Однако, в регистрационном листе написано, что он обратился в семь утра, был госпитализирован и лежал в вип-палате. Одно и какое-то же время в этой же вип-палате лежал герой соцтруда Дементьев Александр. А после его выписки актриса нашего театра Чадова, который лежит там по сей день. А по бумагам лежит Воронов. Да, по бумагам лежит Воронов. Поэтому главврач Коновалов строго-настрого распорядился никого в палату не пускать. Очередно, потому что лежат они там все втроем на одной кровати. Очередно. Вот. Так что, Платон Ильич, я сделала вам ксерокс-страниц из журнала регистрации. Здесь месяц, фамилия и номера палаты. Спасибо, Марина Станиславовна. Я перед вами долгую. Да. Еще хотела сказать, что мамочки ликуют. Издеваетесь? Нет. А где ты учишься? В медицинском. Вот теперь сама здесь слезу. Привет. Здравствуйте. Тебе лица нет. Не спал всю ночь? В засаде сидел? Хуже. Танцевал. В чьих они. Катя права. Там этого Стаса каждая собака знает. И девушка его. Какую? У него каждый день новая. Видимо, очередную. А ты на дискотеке сам танцевал или подцепил там кого? Пытался наладить контакты, но ничего не вышло. Сочувствую. Значит, все безрезультатно, да? Не совсем. Там у них есть камера видеонаблюдения. Я договорился с одним охранником, но в последний момент видео, которое мне нужно было, изъяли. Как ты думаешь, кто меня опередил? Следователь? Богданов. Петрова, у тебя посетители? А это Саша, адвокат. А это Катя Реброва. Очень приятно. Ну, как ваши дела? Плохо. Хорошо у нас дела. Хорошо. Да что хорошего? Если видео изъяли, значит, он там был. Ну и был. А как это доказать теперь? Есть пару мыслей. Если все получится, мы выиграем дело. Чайку сделайте, пожалуйста. Ну, Максим Викторович, давно вас не было видно. Да. Как поживаете? Спасибо. Замотался немножко между лекцией, работой, теперь еще клиника. Так вы еще и в клинике работаете? Угу. В общем, организационные моменты. После помещения. Понятно. И регистрация это вознес документы и вообще такое. Ну, свое дело это хорошо. Хлопно, конечно, но я думаю, прибыльно. Вадим Родионович, так, может быть, вместе попробуем и узнаем, как оно? Прибыльно или не очень? О, Максим Викторович, боюсь, я не тот человек, который вам нужен. А просто заработок? Да вы знаете, мне на мою бесшабашную жизнь не так хватает. Лукавите. Лукавите, Вадим Родионович. О! Пап, там Ася в такте вы же что-то. Иду, иду. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваня, у младшей дочери выпускной в музыкальной школе. Поздравляю. Спасибо. Пойдем. И, Вадим Родионович, ну, если же подумайте насчет предложения моего. обязательно. Обязательно. Вот. Ты к Серакой перестани с журнала горбольницы. Так, хорошо. Отлично. Спасибо, Платон Ильич. Хотя и так понятно, что Ворона в тот день к врачам не обращался. Он был замечен в ночном клубе. На то и свидетели. А теперь есть и доказательства. Так, теперь наше действие. Теперь Варю из больницы не выпускать. Они ее арестуют, я их методы знаю. Нужно задержать ее в больнице во что бы то ни стало. До суда. Получится? Попробуем. Хотя это будет сделать еще непросто. Сделайте УЗИ никому. Я вас слушаю. Ты же обещал следить дело Петровой. Представьтесь, пожалуйста. А сам все копаешь, копаешь. Кто это? Ты себе могилу выкопаешь, адвокат. Это мы еще посмотрим. Тепло. Саш, привет. Ну, как оно? Привет, слушай. Ты была права, я проверил, Воронов действительно тусуется в Чихоне. Ну, тут и проверять нечего было, и так понятно. Так, а что дальше? Да что, я-то там уже засветился. Ладно. Понятно. Саша, если я вдруг помочь чем-то могу, договори. Так, нет, Кать, ты не вмешивайся, я разберусь. Спасибо. Так, гипертонус матки, истмикоцервикальная недостаточность и аднексид, вы это записали? Да, дело плохое. А что там еще? Кстати, Платон Ильич, ЭКГ-то не важное, ишемия, и неполная блокада правой ножки пучка ГИСа. Давление-то в последний раз было 200 на 110. А что ж там с анализами? Ой, анализы не важные. Почки, кстати, тоже. Господи, это что ж, все про меня-то? Варвар, вы только не волнуйтесь. Понимаете, дело в том, ваша беременность под угрозой. Придется вам еще немного полежать у нас. Но это лечится. Держите, я за каталкой. Да, Андрей Васильевич, давайте. Варь, ну как ты? Не знаю. Не появлялся? Нет. А, мобильный, не отвечает? Нет. Может, его перекупили? Да ну, не говори так, он не такой. Так, смотри. Узнаешь? Стас, а где это? Лучше спроси, когда это? Когда? На следующий день после того, как ты его бутылка от шампанского шандарахнула. Как отплясывает с черепно-мозговой с сотрясением мозга. Кать, откуда? Саша пару дней назад, когда из больницы уходил, говорит, я там засветился. Ну, я поняла, что надо как-то разузнать. Мы с ребятами поехали, поспрашивали, и наши знакомые вспомнили этот день. Они как раз там день рождения праздновали, сняли на видео, выложили в сеть, но я и нашла. Здорово. А, тут же дата не стоит. Может, это год назад снято. Ну, все. А, Платон Ильич, расскажите мне о Петровой, пожалуйста. В результате стресса состояние сильно ухудшилось. Сердце, почки, прединсультная, гипертонус. Она к нам поступила в нормальном состоянии, а теперь что выходит? Это мы ее до этого довели? Ну, да, выходит. Мне звонили из Облздрава, потребовали собрать консилиум из наших врачей и независимых экспертов, и дать квалифицированную оценку состоянию ее здоровья. Елизавета Юрьевна. Да. Извините, Платон Ильич, можно? Я на минуту. Ну-ка, стой. Очки сними. Это что такое? В угол не вписался. Это какой же угол ты с такой сливой не вписался? Ну-ка, рассказывай, что произошло. Не важно. Только что был получен ордер на задержание Петрова и заключение ее под стражем. У нас есть доказательства ее невиновности, но нужно дотянуть до суда. Делайте операцию, реанимацию. Они уже едут. Значит так, идти к ней в палату, мы что-нибудь придумаем. Беспредел какой-то. Такая вот ситуация, коллеги. Если они сейчас ее задержат, в камере ей сделают криминальный аборт. Как будто мы в девяностые возвращаемся. Боже мой, бедная девочка. Я вас правильно поняла, Платон Ильич? Весь этот букет, о котором вы мне рассказывали? Да. Саша? Ну и где ты был? Кто это тебя так? Тебе очень больно. Так, давайте по делу. Я видео нашла со Стасом, но никак не могу доказать, что это было именно в этот день, качество плохого с мобильного. А у меня есть видео, на котором Стас выходит из своей машины и заходит в Чейхану. На видео есть номер машины и дата. Чего себе, откуда? С заправки напротив, у них камеры как раз на стоянку направлены. И тебе просто так все отдали? Ну, не просто так. Ладно, давайте пока разберемся, что мы против них имеем. А где твой планшет? Не важно. Итак, первое. Что это там? Так, Варя, сиди здесь. Хорошая новость. Мне все-таки удовольствием получить санкцию на арест, хотя же вы понимаете, это было не без определенных трудностей. Хорошо, не волнуйтесь, отблагодарю. Главное, не цалскайтесь с ней. Хорошо? Вы же понимаете, с кем вы имеете дело. Елизавета Юрьевна, у нас полиция, выходите. О! Что такое, Елизавета? А, мы после декады приехали, выходай. Так, в чем дело? Что происходит? Здравствуйте. У меня ордер на арест гражданки Петровой. В какой она палате? О, а где это тебе так, адвокат? И как поскользнулся? Ну, пустяка. Не имеете права. Ты что, собираешься мне права зачитывать? Ты кто такой? Я адвокат. И действую в интересах своей подзащитной. А я выполняю постановление суда. Прошу прощения, но я, как ее лечащий врач, категорически возражаю против ареста. Пациентка находится в тяжелом состоянии. А вы для меня вообще не указ. Вперед! Слушайте, вы же слышали, пациентка в тяжелейшем состоянии. Если вы сейчас попытаетесь применить силу, то сюда приедет представитель мэра, прокурор города и пресса. Так, в чем дело? Почему мы стоим? Да, алло. А на вам что? Начальство. Алло. Погодите. Добрый день. Ладно. Но вы за это ответите. В суде. Идемте. Я прослежу Елизавета Юрьевна. Я к Варе. Кишка-то, так, кажется. Варя. Ну ты чего? Победа. Ну Победа же. Я знаю, он созвонил. Ты себе не представляешь, как это круто было. А они там то, с Сашей на заключение экспертизы. Они сразу съезжать начали, мол, сами не знали, что у них косметика поддельная. И тут он как начал этого Стасика прессовать. Видео с дискотеки, видео с камер наблюдения, выписки из банка, карточкой же все это время активно пользовались. И еще пять свидетелей. Судья даже в шоке. А приговор какой? Дело на пересмотр. Эльвире и уроду этому подписку о невыезде. А врача Коновалова от работы отстранили. Добрый день, подзащитная. Саш, ты лучше расскажешь. Ну что ты, не плачь. Все ведь хорошо. Спасибо тебе большое. Ну что, Валя, через две недели ждем вас на повторные анализы и не вздумайте поднимать тяжелое. Нет, нет, я тяжелое ничего не буду. Небольшая, берегите. Спасибо. Спасибо вам большое. О, Валя! Катюша, спасибо. Ну, спасибо, спасибо вам большое. Спасибо большое. Ну, иди сюда, чудо разорвался. Давай. Давай. Саша, ну и тебе большое спасибо. Не за что. Ну, все, до свидания. Спасибо вам большое. Не, мама. Не двигай себя. Елизавета Юрьевна, я у себя. Да? Ну, что ты стоишь, Александр Викторович? Проводи девушку, что я первый, подзащитный. Думаете? Я не думаю. Я знаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...